На территории Приморского края проведен второй этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023». С целью проверки соблюдения норм миграционного законодательства полицейские во взаимодействии с сотрудниками органов Федеральной службы безопасности посетили места компактного проживания, массового пребывания, трудоустройства иностранцев, а также проверили транспортную инфраструктуру. В результате двухнедельных рейдов сотрудниками полиции выявлены и пресечены 499 административных правонарушений в миграционной сфере, в том числе 267 фактов нарушения правил въезда, выезда и режима пребывания на территории Российской Федерации, 64 нарушения правил осуществления мигрантами трудовой деятельности. Выявлены и пресечены 17 преступлений в сфере миграции, в том числе эффективная постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания, а также подделка изготовления или оборот поддельных документов. Рейдовые мероприятия проведены во всех муниципалитетах региона. Так, в одном из общежитий в городе Владивостоке полицейские обнаружили 11 нарушителей миграционного законодательства. Нелегальных мигрантов привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания или уклонение от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из страны. В рамках взаимодействия подразделений по вопросам миграции и госавтоинспекции с коллегами ФСБ России по Приморскому краю проверены водители такси. В результате рейда четверо водителей такси за нарушение режима пребывания в Российской Федерации привлечены к административной ответственности. Каждому из них назначено наказание в виде административного выдворения путем принудительного выезда с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан. Всего же в результате рассмотрения материалов об административных правонарушениях, собранных сотрудниками полиции, судами принято 81 решение об административном выдворении нелегальных мигрантов за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда. Еще 65 иностранных граждан помещены в Центр временного содержания Управления МВД России по Приморскому краю для последующего принудительного выдворения. В отношении 54 иностранных граждан принято решение об ограничении въезда на территорию Российской Федерации. Мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства Российской Федерации в выявлении и пресечении преступлений и правонарушений в сфере миграции продолжаются. Продолжение следует...